Приветствуем всех наших подписчиков и гостей нашего канала. Сегодня у нас дошла очередь до заполнения следующего очередного аквариума. И мы решили подобрать камни, в этот раз по науке. То есть проверим их сначала уксусной кислотой на наличие кальция излишнего, который они будут выделять в воду. А затем мы будем проверять соляной или серной кислотой уже на наличие всяких железных включений тяжелых металлов. Для начала мы проверим уксусной кислотой. Она у нас вот такая, 70%. То есть крепче сложно достать, обычно даже говорят уксусом проверить. В общем, мы будем капать уксусной кислотой на камни понемножку. И смотреть, будет ли выделяться какое-нибудь шипение или пена из камня. Сланец. Нет реакции. Песчаник. Никакой реакции. Яшма. Никакой реакции. Напомним, что кислота это 70%. Еще сланец. Никакой реакции. Дальше у нас окаменевшее дерево. Окаменевшее дерево. Которое, кстати, совершенно не рекомендую добавлять в аквариум в качестве декора. Потому что якобы он очень много выделяет кальция из себя. Ничего. Ну, ничего, да. Совершенно не шипит. Здесь вот есть... Кварцевый. С кварцевыми включениями какой-то сланец. И оранжеватого оттенка. То есть, возможно, тут металлы какие-то. Да, никакого эффекта. Каменный уголь. Антрацит. Ничего. Да. Гранит серый. Никакой реакции. Какие-то известняки, доломиты непонятные. Ничего. Кстати, все эти камни мы собирали в окрестностях Краснодара. Это ближе к горной части. Горные речки. Кварциты. Или полевые шпаты. В общем, тишина. В общем, все эти камни не реагируют никак. Ну, давай еще. К нам-нибудь вкапнем. Ну, никакого эффекта, да. То есть, соляная кислота абсолютно не... Не соляная кислота. Ой, господи, уксусная. Ничего нам плохого не выявило. То есть, таким способом проверенные камни, по идее, можно ставить в любой аквариум. Вот. А сейчас мы продолжим опыт уже с соляной кислотой. Вот она в бутылке. Дремящая соляная кислота. 32%. Обычная, строительная. Вот, да. Весьма неприятная штука. Реагирует практически на все. Ну, подожди, не делай сюрприз. Вот, везде идут пузыри. Везде бурлит. Подождите-ка, не так быстро. Даже галька. Даже песчаник. Немного. Или не пузырится. Вот это нет реакции. Зато здесь есть бурная реакция. Совсем не реагируют полевые шпаты. Это все тоже. То есть, самые красивые камни, которые я хотела себе добавить, но не выйдет этот фокус. Тут тоже бурлит и пузырится. Ну, естественно, мрамор. Гранит остается. Гранит не реагирует. Окаменевшее дерево тоже. Уголь, камень не реагирует. Кварциты. Щипят. И все остальное. Таким образом, для травников, скорее всего, 100% подойдут песчаники какие-то. Вот такого типа. Изъеденные. Полевые шпаты. И граниты. И все. Гранитную крошку можно найти на строительных каких-то рынках, базах. Это будет идеальный вариант. Ну и, конечно, если кто-то захочет, можно использовать даже уголь. И окаменевшее дерево. Ну и, конечно, естественно, в любом аквариуме требуется часто, еженедельная замена, подмена воды. Примерно 1,5. Без подмены любая вода, какие бы мягкие камни у вас там ни были, все равно вода будет жесткая. Приобретет со временем высокую жесткость. Хотя вот уголь чуть-чуть пожелтел. Или позеленел. Может, что-то он и выделяет. Но повторяю, что эта соляная кислота 32%. Строительная. Итак, подводим итог. Для большинства аквариумов подойдут все камни, кроме мрамора. Особенно для цихледников разных. Для травных аквариумов подойдут вот следующие камни. Песчаники вот это вот все осадочные. Они не реагируют с соляной кислотой. Полевые шпаты, граниты. Ну, каменное дерево наверняка можно использовать. То есть, из такого изобилия мы пришли всего лишь к такому. Требуются очередные выездки, выползки куда-нибудь в горы, на речке. Ну, все. Спасибо за внимание. Надеемся, наше видео было вам интересно. Если у вас есть свое мнение и можете поспорить, что-то сказать, что мы в чем-то не правы, пожалуйста, мы будем рады пообщаться. Все. До свидания.